Уважаемые коллеги, добрый день! Очень приятно участвовать на такой конференции. Хочу сразу начать с того, что наш национальный центр является флагманом селекции мягкой пшеницы в Российской Федерации и в странах СНГ. На сегодняшний день у нас в семеноводстве 102 сорта пшеницы. 79 сортов азимой мягкой пшеницы, 14 сортов азимого тритикали, 7 сортов яровой мягкой пшеницы, 7 сортов твердой азимой пшеницы и так далее. То есть мы идем широким селекционным фронтом. Каждый год мы передаем в госкомиссию порядка 10-12 сортов данных культур. В этом году мы передаем 14 сортов пшеницы азимой, мягкой, твердой, яровой пшеницы и тритикали. С 2020 года по 2023 допущено в производство 44 сорта нашей селекции. На сегодняшний день в Российской Федерации 50% объема вала это пшеница, созданная в национальном центре зерна. 7,5 миллионов гектар. В странах зарубежья наши основные партнеры это Турция, Узбекистан, Азербайджан, Армения, Молдова, Казахстан, Кыргызстан. Это порядка 7,5 миллионов тонн. Семеноводство это основной конек кроме селекции и семеноводства. Мы единственный национальный центр наверное в Европе, который ведет такую селекцию по такому количеству культур и семеноводства. То есть когда к нам в 2018 году приезжали 24 страны, был форум Цимитовский, то говорили, что 25 сортов везти одной культуры это уже невозможно. Мы ведем по 102 сортам этого семеноводства. И показатели наши следующие. На сегодняшний день за границу в этом году мы продали 60 тысяч тонн семян нашей селекции. Из них 4100 тонн это национальный центр зерна продал. Все остальное это наши индустриальные партнеры. Наши индустриальные партнеры находятся практически во всех зонах допуска. То есть это от 1 до 12. От Калининграда, как говорят, до Дальнего Востока. Но основные наши покупатели внутри страны это Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область. Последние 5 лет мы очень широко зашли в 5 регион. Это Курская, Брянская, Липецкая область. Сейчас мы уже дошли до Вологодской области, Брянской области. Так как оставшиеся селекционные центры, если и ведут работу, то с семеноводством большие проблемы. Мы регулярно производим около 2000 питомников и до 15 тысяч оригинальных семян. Наш национальный центр. В чем плюсы? Плюсы в том, что каждый год семенной материал нашего центра всегда отличается от продовольственной пшеницы, какая бы цена ее не была. На примере последних лет, хочу сказать, что цена не опускалась ниже 21 рубля за элитные семена. В этом году наши партнеры индустриальные продавали по 33 рубля элитные семена. На примере двух хозяйств, это хозяйство Ставропольского края, 250 мм осадков и нашего хозяйства возле Краснодара, это Калининский район, 700 мм осадков. Хотел бы рассказать особенности семеноводства пшеницы. Первая особенность, это, конечно же, специалисты. Вы можете вкладывать деньги, большие деньги, маленькие деньги, покупать хорошее оборудование, хороший семенной материал. Но если у вас в хозяйстве нет толкового агронома-семеновода, все это будет ноль. Почему? Потому что мы с 2018 года, немного хочу рассказать, что мы селекционеры, у нас на сегодняшний день нет какой-то, не было маркетинговой службы, какого-то, вот чтобы мы могли продвигаться, у нас нет возможности, мы ведем селекцию и чтобы выживать, мы занимаемся семеноводством. Как в сорта наши попадают, вот восьмой регион, седьмой регион. Первое, что мы сделали, это 10 лет назад сорт Гром, ну один из таких показателей, как мы продвигаемся с нашей продукцией вот в эти регионы. Например, Самарская область. В 2014 году какой-то, как они говорят, человек привез сорт Гром Краснодарской селекции. А представители местных, ну так сказать, сельхозпроизводств сказали, ну что вы, это же Краснодарская селекция, это юг, куда вы лезете со своим семеноводством. Посеяли. И в конце, когда у них сошел снег, это председатель рассказывал, у которого остался Гром, они говорят, мы посмотрели, у них сорта выращивались в московской селекции, это примерно вот такого роста. Урожайность у них стабильная, 35-40, хороший год, ну и не провалится до 25. И они приехали на поле, посмотрели на этот Гром, а там что-то такое вылезло из-под снега. Они все благополучно его задисковали. А единственное поле у этого директора, этого хозяйства, говорит, мы не доехали, потому что грязь. И мы сказали, чтобы навсегда запомнить, что с южными сортами сюда лезть не нужно, мы оставили 12 гектар. У них в тот год 78 центеров, это небывало урожай, у них 40 центеров уже давали звезду героя. В том регионе Самарская область огромная. На сегодняшний день уже районирован там Гром, Антонина, Бригада, Сварог, Юка и следующие сорта там пойдут. Мы абсолютно не участвовали никак. Они потом приехали к нам и говорят, скажите, пожалуйста, как можно с вами сотрудничать, чтобы продвигать уже дальше. Мордовия, Чувашия, то есть 10 лет назад так называемый стереотип кубанской лопаты или южная так называемая лопата, то есть что у вас воткнули в землю и на следующий год и дыни, и арбузы и все. А ваши сорта, но благодаря тому, что у нас остался фитотонно-тепличный комплекс, мы создаем климатические условия для всего, не только юга России, но и стран СНГ, но и северных территорий. Мы сейчас дошли уже до Владимира на север и максимально Алтайский край у нас тоже приобретает семенной материал. Отдельно хотелось вам сказать, что вот Николай Васильевич сказал, что я селекционер по твердой пшенице. Сейчас последние 8 лет идет очень серьезный тренд, это культура твердой пшеницы. Две недели назад Оксана Николаевна приезжала к нам в институт и что говорила, что Российская Федерация в этом году продала 650 тысяч тонн за границу твердой пшеницы по цене от 23 до 35 рублей. До этого мы продавали не больше 80 тысяч тонн. Российская Федерация хотят нарастить этот тон до 2 миллионов тонн за границу и миллион внутри. Поэтому сейчас идет программа развития семеноводства как озимой, так и яровой твердой пшеницы. Яровая твердая пшеница в нашем регионе особенно выгодна, так как у нас получается урожайность, вот по прошлому году, по запрошлому году, в Краснодарском крае урожайность яровой пшеницы 50 центров зерна с гектара. При этом получаются очень кондиционные семена. А в регионах, где ее выращивают, это Челябинская, Саратовская, Самарская область, там некондиционные семена, потому что урожайность у них варьирует от 5 до 30 центров. В этом году урожайность Российской Федерации яровой твердой пшеницы 0,7 тонн. То есть это вообще ни о чем, при этом в 650 тысяч вывезли. Макаронные компании забили тревогу, что мы будем производить внутри, и поэтому экспорт закрыт. Но я еще раз говорю, что экспорт закрывается потому, что есть выгода и есть потенциал роста. Минсельхоз собирает буквально через неделю ВКС с поставщиками, производителями твердой пшеницы. То есть идет балномасштабное увеличение. Как мы заходим с твердой пшеницей в эти регионы дальние, то же самое. Мы сначала идем с мягкой пшеницей, вот на примере Гром, Таня, которых на слуху, а потом мы уже идем дальше. Проводим в наших хозяйствах дни полей, заинтересовываем людей и получаем очень хороший результат. Еще раз говорю, на сегодняшний день у нас 15 тысяч тонн, мы регулярно продаем, при этом помогая как и себе в данной ситуации выжить, так и созданную нашу мозаику, которую мы в каждом хозяйстве рекламируем и она опробирована. Каждый год мы 14 сортов передаем, что позволяет нивелировать все экономические, погодно-климатические условия и помочь нашим производственникам в таких условиях выживать и развиваться. Ну а отдельно еще хотел сказать по семеноводству. Главное это, конечно же, специалисты. Без специалистов, я еще раз говорю, что невозможно это сделать. Второе это понимание. Например, в Самарской области, когда мы в 2021 году приехали в очень крупный холдинг и когда мы начали разговаривать с производственниками, а это были специалисты хозяйства, 3,5 тысяч гектара пшеницы. Мы говорим, а что за сорт? Едем, они говорят, юка. Едем дальше, они говорят, юка, юка, юка. В юке, говорит, проблема какая? Осыпаемость. Они сеют в середине августа, но так как у них, если влаги нет, все всходит в один и тот же момент и, соответственно, а мы говорим, а какие еще сорта? Этот человек, у которого 3,5 тысяч гектара, хорошее хозяйство, какие сорта? Один сорт. Там даже нет понимания, что можно в хозяйстве выращивать 2-3 и более сортов. То есть там, ну как, непаханное поле именно для наших южных семеноводческих хозяйств, потому что люди там хотят приобретать, конкуренции практически нет. Туда заходят иностранные сорта, но нет экологического сорта испытания. И они в один год получаются, в другой не получаются. И как говорил директор Самарского НИИ, даже если в течение за 5 лет один раз ваш сорт подмерзнет и будут какие-то неприятности с урожайностью, переходный фонд, благодаря тому, что наша урожайность, озимая пшеница, там достигает 6 тонн и более, позволит нам пережить неблагоприятные условия. Поэтому, уважаемые коллеги, в трудных моментах семеноводство нашей селекции очень часто выручают. У нас огромное количество хозяйств индустриальных, которые работают с нами, получают очень хорошие, еще раз говорю, результаты. И я надеюсь, что вы также, послушав меня, обратитесь к семеноводству пшеницы мягкой, твердой и яровой. Потому что в Казахстане на сегодняшний день открывается огромная площадь. Мы в этом году за границей 45 сортов районировали. То есть там огромное пространство для семеноводческих хозяйств, именно для продажи. И так как они входят в БРИКС, то разрешено более лояльные продажи и другие действия экономического характера с этими странами. Армения, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан. В Узбекистане полтора миллиона гектар пшеницы, это вся пшеница национального центра зерна. В Туркменистане один миллион, это вся наша пшеница. То же самое в Кыргызстане, очень большие площади в Азербайджане, ну и соответственно Российской Федерации. Мы, наверное, монополисты в хорошем смысле этого слова. Уважаемые коллеги, большое вам спасибо. Желаю вам в первую очередь здоровья, здоровья и еще раз здоровья, и прибыль, и вопросы. Большое спасибо Краснодарский край. Добрый день еще раз. Послушайте, два вопроса. Первый по твердой пшенице, вот вы сказали. А у вас есть информация после запрета экспорта, как с рынком ситуация, цена какая стала внутренняя? Информация есть. На сегодняшний день мы провели 17 ноября конференцию в Москве, где собрались все представители этого бизнеса, покупатели, продавцы, производители. И что произошло? Наша страна вывозила не более 100 тысяч тонн за границу. В этом году вывезло 650, при урожайности 0,7. Фирма Борилл, это крупнейший производитель как в России, так и за рубежом, макарон. Забили тревогу. 35 рублей это очень высоко. Мы будем покупать по 25-28. Сейчас цена, вот я звонил в Самарской области, 23 рубля, и на этом они остановились. Я думаю, на следующий год будет цена выше. Почему? Потому что первое, что 5 импортеров, это Италия, Турция, Тунис, Алжир и Марокко, их показатели качества абсолютно подходят нашей пшенице. В Италию берут пшеницу всю. Позавчера вот из Самарской области вывезли огромные, ну огромные, 6,5 тысяч тонн хорошего качества, но говорят, что и 30% в Италии, что главное для итальянской пшеницы, менее 30 стекловидности они не берут, и ДОН, то есть это метокотоксины. Остальное они берут по цене, ну там уже если высокое качество будет, ниже цена, если низкая. Берут пшеницу твердую всю. Это мне говорили и в Гелиопаксе, это крупнейший производитель твердой пшеницы, 20 тысяч гектар. Проблема в том, что вот сейчас этот запрет поставили, но я еще раз объясняю, когда в Минсельхозе приходят статистики твердой пшеницы нет. И только в этом году после конференции задумались эту статистику ввести. Статистику ведет фирма Борила, то есть они производители макарон. Они пришли и сказали, 650 тысяч вывезли, 850 произвели. 500 тысяч при этом Алтайский, Челябинская область, Оренбургская область попали под дожди. 500 тысяч тонн в Казахстане под дожди, то есть это вообще не кондиция, никто не покупает. Давайте запретим, потому что уже цена дошла 35 рублей и будет еще выше. Мы разоримся, а мы это производители макарон, а макарон это еда, как и хлеб. Поэтому давайте как-то регулировать. Я думаю, что тенденция будет выше, потому что лично замминистра говорила, что Россия будет наращивать в следующем году 2 миллиона, внутри миллион. Я думаю, что будет только рост будет. Переходим на твердую пшеницу. Нет, 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 переходить не нужно, это яйца в разных корзинах, товарищи. Не нужно переходить, вот отбросаться. Потому что когда, вот часто на День поле рассказываю, люди приезжают, покупают одну тонну, потом говорят, что мне с ней делать? Тысяча тонн, чтобы вы могли как-то заработать. Любого качества, но это должно быть монопартия. 10 белок, 10 белок, 30 стекловидность, 30 стекловидность. 160 будут только брать те люди, которые продали, привезли к нам на порт, и по какой-то причине 30, 40, 100 тонн исчезло. Они берут любую пшеницу и завозят туда. Если вы серьезно хотите заниматься, вот Эрзе Агра, это крупнейший производитель твердой пшеницы, они занимаются серьезно. С 2016 года они начали заниматься с 10 гектар, сейчас у них 7200, а зимой твердой пшеницы. При этом они и продают ее, и все у них получается. Гелиопакс 20 тысяч тонн, яровой твердой пшеницы, и сейчас переходит на наши сорта азимой твердой пшеницы. Потому что основная причина яровой твердой пшеницы, почему? Белок высокий, ну 18-17 белок, это никто не будет платить. А натура маленького яровой твердой пшеницы. А натура для первого класса твердой пшеницы, что нужно? 13,5 белка, 770 натура, 28 клейковина, 20,90 и ДК. Вот это и 85 стекловидность. Вот эти показатели для первого класса. Яровая твердая, практически все на высоком уровне, но извините, 700-690 натура, и сразу цена падает. Вы можете подмешивать, формировать партию и продавать как высококачественное первого класса зерно твердой пшеницы. Понятно, спасибо. И второй вопрос. Я сейчас по дискуссии по поводу инициативы отмены фермерской поправки, так называемой, я думаю, вы знаете, да? В общем, там, родилки и все остальное. Вот я задал вопрос, так не получил ответ. Может, вы мне подскажете, если произойдет, что семенноводческие хозяйства, семена ввода следующего года, да, там будут учебы по семенам. Вот когда я покупаю семена, там, оригинальные, мне так убедиться в том, что эта частота сорта, там, действительно, и, соответственно, 98 или 99 процентов, у меня чистота сорта. Вот как это проверить, чтобы не в поле, чтобы я выяснил, а потом посмотрел, и у меня уже была такая ситуация, я купил оригинальный сорта, потом вот это разная там сорта смесь получилась, приехал институт, говорит, надо делать сорта, сортоочистку, сорта прополку, но я там покупал не смесь, я же покупал с сертификатом, а получил непонятно что, вот как от этого застраховаться, есть ли какой-то анализ, чтобы купить именно качественно в прошедшем? Ну, у вас должны быть соответствующие документы. Да, я же вам объясняю, дали мне, что от этого в суд подавай потом, это понятно все, я не хочу до этого доходить, то есть вот, как забежать. Ну, на сегодняшний день, если вы зачитали новые поправки от законов семеноводства, то два года пшеницы не должно быть и для выращивания элиты, ну и соответственно оригинальных семян. Огромная проблема у нас в этом отношении есть, потому что вот эта вот кукуруза, подсолнечник, пшеница, 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 не позволяет нам вовремя, грубо говоря, бороться с гербицидами. Почему? Потому что гербициды влияют на завязываемость и стерильность. Потом очень большое количество, все в обороте, пшеницы. Мы обработали пшеницу гербицидами. Вот в прошлом году получилось у нас фазу, мы не попали из-за климатических погодных условий, произойдет абортация пыльцы, то есть отец умрет. И в соседних полей пшеница, которая прилетает, она завязывается. И мы когда апробируем вот данное поле, мы гибридов не видим, потому что гибриды первого поколения, они визуально, вы их никак не отличите. Ну это невозможно. Ну может селекционера отличить, но семеновод не отличит гибрид Тани от Юки. Он будет немножко выше, немножко... А на следующий год, когда мы делаем апробацию, когда мы делаем апробацию, мы этого тоже, ну не можем это увидеть на одном поле, 100 растений гибридов, 200 растений. Возможно, что вот эта ситуация, я знаю, что это было в прошлом году во многих хозяйствах, произошла вот по этой причине. То, что мы видим на поле, вот такую ситуацию. А гибриды F2, они уже расщепляются 1-2 к 1. То есть там идет уже расщепление. Возможно, вы вот это расщепление и увидели. Это было в прошлом году, к сожалению, я согласен. То есть определить на стадии семян, вот, при покупке... Есть. Непонятно, кто их вырастил, да? То есть вот привезли, кто-то вырастил, и хозяйство 50 на 50. Одно второе, третье хозяйство сдали. Определить на стадии семян вы можете привезти к нам. У нас есть лаборатория, которая проверяет на глиодины, и вам там скажут, есть ли в этом сорте 99% и 9%... Есть, есть, есть. Если у вас есть такая проблема, вы приезжайте в наш отдел, мы вас в отдел, сейчас у нас создали в этом году отдел маркетинга, вы говорите, у меня вот такая проблема, можно... Я уже обжегся, могу ли я проверить на глиодины, вот, данную партию, которая у меня есть. Если у вас уже есть такая проблема, вы говорите, ну, не или в суд идти, там... Я знаю, сейчас она есть, сейчас... Нет, 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 у вас это было. И вы сказали, что у меня вот такая была проблема, я не хочу... Давайте просто разберемся, вот, я думаю, мы пойдем вам навстречу, как... Хорошо, спасибо. Большое спасибо вам. Спасибо. Александр Николаевич Хан, 50 лет октября, семена отческое хозяйство тоже. В этом году продавали семена от 65 рублей рубля. Это какие семена? Оригинальные или элита? Элита. Элита. За границей. За границей. Я вам сказал, мы 60 тысяч тонн в этом году и в прошлом продавали в Узбекистан, Азербайджан, Кыргызстан, Курменистан. И в основном мы... 4 тысячи это были наши семена, в основном это было из индустриальных партнеров по всему и Краснодарскому краю, и Ростовской области, и Ставропольскому краю. То есть есть сорт, этот сорт нужно... Ну, этот сорт нужен, мы у них... Я почему спросил, потому что мы в основном всю элиту продавали 122 рубля. Это внутри страны... Да, да, да. Еще радушный был вопрос. Петр Григорьевич, остался вопрос? Да. Вопрос остался. Ну, часть вопроса меня сняли относительно фермерской надпадки. Я вообще не пойму, о чем речь в этом отношении. Но меня вопрос больше всего волнует вот какой. Значит, у вас, говорит, вот там какие-то реформы. Там создание этого центра, создание, вернее, центра, ассоциации там этого. То есть, я так понимаю, что это кто-то идет поруководить этим процессом и установить какие-то другие отличительные от уже состоявшихся правил. Вот. Вот это как раз меня очень и беспокоит. Значит, я постоянно у вас беру семена оригинальные, и у себя размножаю, и усилию. Прекрасные сорта. Спасибо всем вам, Людмиле Андреевне. Дай Бог вам здоровья всем. Ну вот скажите, в связи с вот этими условиями, когда вот эти, ну будем говорить, покомандовать или поруководить, и ходят извне системы, в вашу систему, она и наша, в нашу систему, что нас ожидает, что вас ожидает, и что нас ожидает? Скажите, пожалуйста. Но вы какие тяжелые вопросы. Нет, нет, Николай Васильевич, этот вопрос уже у нас, наверное, полгода, у каждого сотрудника, и не только селекционеров, поэтому практически каждую ночь засыпая, я отвечаю на данный вопрос. Хочу вас обрадовать, что на сегодняшний день мы оставим, ну, наверное, могу я так сказать, не просто флагман, ну, больше нас нету, никого, кто бы занимался данной культурой в таком объеме и в таком качестве. Понимаете, 99% в Краснодарском крае, 72% в Ставрополе, ну, и много-много можно называть, это все проценты действительные, это Минсельхоз выдает данных областей, это сорта нашей селекции. Минсельхоз, вы правильно сказали, мы сейчас под Минсельхозом, мы вступили в ЮНАТ, это южная территория научная, куда вошли мы, в НИИМК, сельхоз, Кубанский государственный наградный университет. Сейчас проведен мониторинг, и на сегодняшний день из всех культур, которые Российской Федерации, наверное, имеются, самая защищенная, самая продвинутая, это пшеница. Пшеница – это хлеб, пшеница – это вода для нашего общества, потому что мы не риса, не рис мы едим, а именно воду. Если не будет воды, мы умрем, поэтому к нам отношение соответствующее, я надеюсь, и будет, оно и есть, и будет, потому что, когда посмотрели, что у нас сейчас идут огромные вливания, вот фитотронно-тепличный комплекс, мы единственные в России его оставили. Это 6 тысяч квадратных метров на одном месте, где мы можем моделировать любую погонно-климатическую условие. И сейчас это, миссельхозы, еще больше хотели бы увеличить, чтобы из 12 лет у нас сейчас, благодаря фитотронно-тепличному комплексу, мы создаем сорт в среднем, хотят до 7-8 лет, чтобы мы еще ускорились. То есть мы надеемся, я вижу в том, что они понимают, государство, что то, что осталось, нужно сохранить, потому что сейчас, вот правильно сказали, китайцы нам, друзья, и турки, друзья, все нам, друзья. К сожалению, друзья, у нас только флот и армия, и как только туркам скажут, что извините, вот тут дешево, здесь дороже, скажут, простите, мы будем покупать там, так же, как и китайцы. Поэтому развитие отечественного семеноводства, это приоритет сейчас для нашей страны, до этого, я не знаю, понимали, не понимали, но последние два года, это уже понятно, наверное, каждому, что пока мы не начнем что-то свое делать, никто нам, наверное, не поможет, потому что никому не интересен человек, который не интересен, соответственно, если у нас есть возможность создавать сорта, у нас осталась школа, действительно, грустно отметить, но у нас есть преемственность, у нас и 20, и 30, и 40, у нас среднего за 42 года, такого нет ни в одном, ни в Российской Федерации, не только сельского хозяйства, потому что, ну, или молодые, или все уходили, или за границу, или теперь, я не знаю, как это называется, и я надеюсь, что люди, руководители, они это понимают, я вижу в их глазах понимание, я надеюсь, что дальше будет только лучше, потому что, а что больше, ну, вот если нас не будет, тогда что? Ну, надежда это хорошо, надежда это хорошо. Нет, надежда и уверенность, появилась уверенность. А скажите, пожалуйста, поскольку вливание там везде, я как-то столкнулся и хотел в вашем институте перебеседовать, или решить вопросы там, для меня неясные, с отделом физиологии растений, оказалось, нету такого отдела. И нет такого отдела. А будет, не будет? Я думаю, что сейчас будет много отделов, сейчас идет строительство новых лабораторий, которые уже 20 лет были, ну, просто стояли, там какие-то арендаторы были, сейчас это все... Я думаю, что развитие будет, потому что, как... Я думаю, что и биотехнологии сейчас будут развиваться, то есть, не волнуйтесь. Прежде чем заказчик к нам обращается, значит, и говорит, сколько это стоит, мы начинаем задавать вопросы, что вы будете хранить, когда вы будете, какой период, сколько. после этого можно начинать делать расчет. Расчет делается совместно. Ну, например, если в строении находятся два-три отдельного вида семян, то необходимо, если навалом, сделать перегородки, что мы и делаем. Если это будет храниться в мешках, в биг-бегах, или в мешках, например, приобрелись именно где-то, их же тоже надо хранить, там свои требования. Но во всех этих случаях начинать надо и заказчику, и подрядчику с простого. Это правильный выбор места, где устанавливается строение. Это ориентация по ветру, первое. Второе – это отсутствие подтапливаемых вод и отсутствие поверхностных вод. Бескаркасники – это как выручайка, это как скорая помощь на сегодня. Это делается быстро, качественно и решает ту краткую задачу, короткую, которую стоит у заказчика. Ну, например, резко увеличилась стоимость хранения семян на элеваторе. Убирая подрядчика, заказчик должен, первое – обязательно проехать и увидеть своими глазами те строения, где хранятся семена. И второе – оценить возможности подрядчика по производительности, наличии и отсутствия машин, механизмов, материалов. Вот простой вопрос, скажем. Если компания, а их много в Союзе, скажем, ну, не сильно раскручена и ориентируется на любой заказ, бывает такое, да, то не всегда требуемый материал у них есть на складе. А чтобы купить материал, это месяц-полтора, речь идет о цинке. Надо уделять внимание именно вот пол, место соединения с фундаментом, место соединения металла с бетоном. Потому что в этой части, если идет проникновение влаги, через трещины, что бывает, значит, это, ну, портятся семена, если они хранятся на валу. Точка росы, это когда холодная точка, воздух или железо, контактирует с теплой массой воздуха. А семена, они, вот особенно в начальный период, имеют стабильную температуру, потом там похолодание, идет тепло вверх, и там образуется роса, и она капает или скатывается вниз. Ну, вот, когда имеется защита пенополиуретаном, то этого не происходит. Прежде чем заказывать строение под семена, заказчик должен понимать, что-то не 5 копеек, а 7-8 копеек. За 5 копеек можно сделать там и пониже, и там с какими-то проблемками, ну, потом, кажется, и то не так, и это, а почему ворота маленькие, а почему то. Вот, а когда ты хранишь семена, здесь надо однозначно сказать, это хорошая вещь. Субтитры сделал DimaTorzok, Добавил субтитры сделал DimaTorzok, Добавил субтитры сделал DimaTorzok, Продолжение следует...